Газеты, серия книг начала 19 века, в центре экспозиции фотокопия указа Екатерины II об открытии в Дубосарах в 1792-м первой типографии в Молдавии, которая и положила начало печатному делу. Просуществовала она недолго, рассказывают школьникам краеведы, но печатные издания стали неотъемлемым атрибутом жизни каждого горожанина, и они сделали все возможное, чтобы открыть городскую типографию вновь. Но это произошло уже в начале 20 века. Представлены интересные экспонаты периода советской печати, еще когда существовала Молдавская автономная советско-социалистическая республика, это «Червоный ороч» и «Плугарл рож». Эти две интересные газеты, они издавались на украинском и молдавском языке. «Червоный ороч» датируется 1926 годом, а «Плугарл рож» датируется 1929 годом. О восстановлении типографии уже после Великой Отечественной и районной газете «Знамя Победы» рассказывали школьникам еще и журналисты. Иван Здоровец посвятил печати более 40 лет своего труда. Он и сегодня влюбленный в свою профессию журналист. Среди его наград – Орден Трудовая Слава и медаль имени Шолохова. «Нравится своей необычностью, чем-то, я бы сказал, не своей престижностью, даже ответственностью такой. Есть возможность общаться с людьми интересными, видными людьми. И я, как уже и говорил, считаю, что каждый человек что-то несет в себе, чем-то он интересен. Только надо суметь его разговорить, войти в его состояние, посмотреть на мир его глазами». «Мне очень понравилось, узнала очень многого. Может, книгу напишу. В наше время сейчас дети больше сидят за компьютером, они не выходят гулять, они не занимаются спортом, они не читают и не увлекаются чем-то интересным, а просто сидят за компьютером. А я бы хотела, чтобы они прочитали и увидели, как это все интересно». Выставка старинных печатных изданий продолжится две недели. И, возможно, благодаря ей, говорят краеведы, в Дубосарах вновь появятся энтузиасты открытия городской типографии, которая была закрыта в период военных действий в начале 90-х.